Груз какого веса надо прикрепить к свободному концу троса, чтобы система блоков находилась равновесием, трением и весом блоков пренебречь. Система состоит из двух неподвижных блоков и двух блоков подвижных. Рассмотрим, какие силы здесь участвуют в этом процессе. Для того, чтобы более детально понять, почему этот будем делить на два, стоит посмотреть вот этот файл, где подробно разобрано, почему силы и как разделяются на 15. В этом файле описано, каким образом работают силы на неподвижном и подвижном блоке. Давайте рассмотрим сначала вот этот подвижный блок, который удерживает вес 10 ньютонов. Для того, чтобы удержать этот вес 10 ньютонов, против него действуют две силы натяжения. В одной и с другой стороны. Это Т. Если этот блок находится в равновесии, получается, что сумма двух сил равна третьей силе. Но для того, чтобы тело находилось в равновесии, необходимо, чтобы результирующая сумма всех сил была равна 0. В данном случае сила веса 10 ньютонов направлена в эту сторону, а два троса, которые поддерживают этот подвижный блок, натянуты в противоположную сторону. Причем они оба одинаковые. Так можем записать, что 2Т для вот этого волка равно 10 ньютонов. В этом случае натяжение троса Т равно 5 ньютонов. Посмотрим дальше. Дальше вот этих 5 ньютонов переходит на неподвижный блок. Неподвижный блок, что может сделать, он может только передать это усилие на другую сторону. В этом случае вот это напряжение Т тоже будет 5 ньютонов. Но этот же блок, который здесь находится, тоже дает напряжение 5 ньютонов в двух сторон. У него система такая же, потому что веса-то у них одинаковые. Натяжение вот здесь вот этих тросов будет тоже одинаковое по 5 ньютонов. И вот эти 5 ньютонов будут передаваться неподвижным блокам на тот вес, который необходимо прицепить для того, чтобы система была в равновесии. Система будет в равновесии тогда, когда вот этот вес P2 будет равен силе натяжения. P2 будет равен тогда 5 ньютонов. P2 должен быть равен Т. Для того, чтобы все это находилось в состоянии покоя и равновесия, это P2 будет равно 5 ньютонов. Все это благодаря тому, что подвижный блок всегда делает выигрыш в силе, можно сказать, в два раза. Потому что вес его распределяется на два троса, один и второй. Натяжение каждого из них будет равно половине веса. Неподвижный блок просто передает эту силу на другую сторону одинакового натяжения троса. И здесь, и здесь одинаковое. Здесь Т, и здесь же тоже Т. Подвижный блок, который имеет такой же самый вес, имеет здесь напряжение тросов половинка его собственного веса. Ну, это уже последний блок. Он просто передает это натяжение троса Т. И для того, чтобы система была равновесия, чтобы эти точки не двигались туда-сюда, Т должно быть именно весу этого дополнительного груза. 5 ньютонов.